Всем здравствуйте, меня зовут Марина, я являюсь одним из руководителей китайского клуба Исаем Гулучей Назиум. Сегодня мы очень рады видеть вас на встрече, на встрече с актрисой, блогером, талантливой, красивой очень девушкой Фэй Цзо. Можно прям папа встретить. Сегодня нам Фэй расскажет очень много чего интересного о своей жизни, о жизни в Китае. Но также мы очень приветствуем, чтобы вы сегодня задавали вопросы, чтобы у нас была такая живая беседа. Одна маленькая просьба, когда у нас будет секция с вопросами, ты обозначишь, я буду к вам подходить с маленькой петличкой, микрофончиком, чтобы вопросы были слышны на записи, которые вот у нас сейчас идут. Все, спасибо, Фреда. Передаю тебе слово. Обычно именно так я начинаю свое видео, иначе я думаю, что никто не поверит, что я китаянка, так как я говорю, ну как мне кажется, я надеюсь, что я говорю без акцента. Вот, раньше я на самом деле очень сильно спорила с теми, кто мне говорил, что нет, у тебя есть акцент, он такой милый, он такой классный, так нет, у меня нет акцента, я русская, я ваша, я хочу быть вашей, хочу быть с вами. Вот, ну я думаю, что можно на следующий слайд, да, перелистнуть, или как это, а я сама буду. Вы вроде сделаны презентации, вообще я хотел без презентации, на самом деле, как-то импровизировано с вами поговорить, потому что много информации я говорил о себе в интернете, я не знаю, знает ли кто мой контент, кто-то видел меня там в ТикТоке, Ютюбе, да, да, видели, супер, все, хоть один человек, это меня уже радует, да, и обычно я в этих видео говорю там по сценарию, который, конечно, я сама написала, но без сценария я начинаю уплывать куда-то, поэтому сегодня мы с вами поплывем в такое русско-китайское путешествие, я надеюсь, что вы мне поможете, будете говорить вопросики, которые вас интересуют, я буду на них отвечать. Хотелось бы что-то сказать актуальное, что связано с этими годами, ну, 2023-2022, потому что я очень давно уже не снимала видео в ТикТоке, на самом деле, и как раз за этот год у меня с, как это странно не бывает, у меня с 500 тысяч подписчиков, по-моему, да, доросло до миллиона, то есть я стала ТикТокером-миллионником, ой, ну, это красавашки такие, чоу-мэй, как говорится, да, в Китае это медведь красивый. Я родилась в 91-м году в Москве, в Советском Союзе, люблю это подчеркивать, так что я советский человек, хотя выбежу, я надеюсь, на 10 лет моложе, но как бы возраст все-таки у меня по разговору, я надеюсь, понятие, но иначе грустно будет. В 2012 году я поступила в ГИТИС на актерский факультет, ой, не на актерский факультет, на факультет эстрады, на актрису я стала учиться в ГИТИСе в Москве, и у меня бюджетное образование, то есть я поступила на бюджет, это такая радость, так как у меня паспорт Российской Федерации, и, соответственно, я вместе со всеми остальными русскими, россиянами конкурировала за место в ГИТИСе, и да, то есть не как иностранка, вы знаете, да, иностранцам достаточно легко поступить в российские вузы, и очень многие иностранцы, ну, китайцы, по крайней мере, точно выбирают Россию, потому что здесь образование дешевле, это ни для кого не секрет, вот, те, кто не смогли поступить там в Англию, куда-нибудь в Кембридж, в Америку, они приезжают в Россию, ну, в общем, я люблю говорить правду, у меня немножко такой провокационный стиль иногда, хотя я кажусь милашкой на видео, но я за этот год, пока я отдохнула от ТикТока, я вот подумал, что я больше не хочу быть прям такой вот такой сладкой милашкой, потому что иначе от этого уже диабет разовьется, как говорится, вот, все-таки хочется быть более естественной, как я сейчас с вами, но я очень боюсь почему-то так это видео показывать, я сразу подумал, что они подумают, да блин, ну что за киргизка, я люблю киргизов, вот, но просто я хочу, чтобы меня воспринимали тем, кем я являюсь на самом деле, вот это, так, ладно, я что-то отвлекалась, я хотела сказать другое, а, вот, да, началась сниматься в кино и театре, там, в театральных проектах каких-то играть, я не служу в театре, потому что я служу в ТикТоке, то есть я очень рада, что все-таки меня не взяли в театр, да я и не хотела после окончания ГИТИСа, я снимаюсь как профессиональная актриса в фильмах и сериалах, которые никто не смотрит, потому что их показывают на первом канале, на НТВ, потом я покажу, как именно, если вам все-таки интересно, можете посмотреть, такой, немножко кринж, но, в общем, в 2019 году я начала ТикТок, у меня за год стало где-то 500 тысяч подписчиков, и потом я год не снимала ТикТок, потому что, вы все знаете, сейчас ТикТок заблочен, и, то есть, мы можем через VPN выкладывать видео, но их будет видно в Казахстане, в Узбекистане, в Украине, где угодно, только не на территории Российской Федерации, и я пока что, я не выкладывала видео новое, потому что у меня вот очень связан тесно контент именно с Россией, я вот все время говорю, какие-то сравнения России и Китая, вот в России мальчики такие, а в Китае мальчики, они другие, у них там куча минусов, там и так далее, ну, я, я скажу об этом чуть позже, вот, надо запомнить, за год, пока ничего не снимала, у меня с 500 выросло до миллиона, это древний вообще был шок, как ничего не делая, можно вот миллион получить, конечно, было очень забавно, но это, в общем, видите, да, я в ТикТоке снимала, я не знаю, тут я про картошку рассказываю, или про, в общем, какие-то качества, отличия, значит, Китай и Россия, самое простое китайское блюдо, мне в комментариях все писали, что это же, это же наша русская яичница с помидорами, но я с этим не согласна, это фанчетчао, цида, знаете, да, наверное, это блюдо, я считаю, что она очень-очень сильно не похожа на российские яичности, я просто их не ела даже, такие с помидорами, потому что сначала там нужно яйцо, его раздробить, оно такие, как облачка, знаете, у меня мама, когда в детстве готовила, такие мне казалось, что это прям яичные облашка, надо прям уметь их сбивать, и надо резать помидоры, вот, импровизированной форме, кунтао че, называется это, то есть, техника вращающегося ножа, когда ты режешь помидор, но по факту ты просто режешь, как хочешь, но название красиво, и вот это вот все жарится вместе, смешив, и вот получается сихонши чао ци так, очень крутое блюдо, никакая яичница российская не сравнится с ним, вот я рассказывал, а посередине это кадры из сериала «Фитнес», пятый сезон, в котором я играла Мишу, такой героиню, последний кадр, это из короткометражки, да, кстати, вопрос к вам, кто из вас был в Китае, ребят? Раз, два, три, четыре, это, о, большинство из вас не было в Китае, ну, в общем, Китай же открыл границу, наконец-то, там даже сейчас карантин не нужен, это шанс поехать туда и снова, да, почувствовать себя там крутыми, хотя, ну, конечно, когда я записываю видео, я иногда чуть-чуть приукрашиваю правду, потому что у меня есть разные знакомые, те, которые блондины голубоглазые, блондинки голубоглазые, вот вам точно внимание обеспечено, я вижу девушку красивую, но некоторые вот специально туда приезжают, и прям волосы прям очень такой яркий блонд, дело, чтобы прям еще больше внимания к себе привлечь, потому что вот как бы делать экзотику экзотичнее, и также здесь я вот в своих видео тоже иногда пытаюсь сделать экзотику экзотичнее, хотя, ну, то есть я нормально разговар, у меня нет никаких няшных заскоков в жизни, а на самом деле иностранцу, допустим, брюнеты, темноглазые, шатена, да, вот если вы будете приезжать в Китае, возможно, даже как-то не будет особо внимания на вас обращаться, так что это я вам сразу говорю, вы можете абсолютно расслабиться, то есть никто не будет до вас докапываться, все у вас там будет хорошо, поэтому не думайте, что китайцы такие привязчивые на самом деле люди, если вот азиатки, то китайцы даже могут за своих принять, вот, понятно дело, и, наверное, вам будет комфортнее всего, вот, но если я так сделаю видео, так вот расскажу, не знаю, мне кажется, как-то люди скажут, ой, фу, не все, не хочу я в Китае ехать, поэтому я приукрашу своих видео, но вам я говорю правду, чтобы вы знали, у нас такое инсайдерская сегодня информация, кто сегодня пришел, тот молодец, тот будет знать много, тайно, так, но я так понимаю, что если я нажму, то мы увидим, значит, как готовить китайскую яичницу, да, интересно вам, да, хорошо, я вам покажу, но я вам сразу говорю, что на самом деле я готовить не умею, вот эти видео, я очень хитрое дело, я позвала свою китайскую подругу, которая умеет готовить, такая, так, ты будешь готовить, а я буду снимать, вот, друг другу поможем, вот, это, кому интересно, актерские проекты, в которых я снималась, ну, скажу вам честно, я считаю, что, ну, тик ток, он больше меня раскрыл, как личность, и узнаваемость ко мне на улицах пришла благодаря тик току, ну, как, просто ко мне подходят иногда люди на улице говорят, а, мы видели ваше видео в тик токе, я говорю, правда, про что они? они про Китай, вау, а как меня зовут, вы знаете, не-не-не, не помню, ну, что-то там про Китай было, ну, уже приятно, и, да, если вы захотите, везде у меня один и тот же ник в тик токе, можете посмотреть, там куча таких видосиков разных, интересных, я надеюсь, но я буду это еще переснимать, потому что я только что посмотрела, я поняла, что, допустим, мы там что-то резали, что-то мешали, это мы сняли плохо, поэтому я это не вставила туда, короче, буду это все переснимать, если у вас есть какие-то идеи в видео, вы тоже можете мне говорить, я хочу, наверное, скоро начать развивать YouTube шерцы и Instagram рилса, то, что сейчас не заблочено, дальше, мне кажется, ничего уже нет, да, тогда можно оставить на этом, сегодня надо рассказать же про опыт билингв, да, как я, в принципе, вот выросла билингвом, как так получилось, росла-росла, и вдруг такая, опа, а я билингва оказывается, ну, то есть, это дело случая, все мы понимаем, что в России есть очень много национальных меньшинств, которые говорят там и по-узбекски, и по-киргизски, и по-русски, то есть, очень крутые на самом деле люди, они знают больше языков, чем я, я всегда очень восхищалась, что у вас такая многонациональная страна, потому что в Китае, хотя 56 национальности, но по факту у нас 90% людей это ханцу, то есть хань, это национальное большинство, уйгуры, там есть китайские, узбеки, и они, ну, уйгуры знают уйгурский язык, но очень часто там китайские узбеки не знают узбекского, на севере в деревне живут русские по национальности, но они китайцы по гражданству, есть такой Петрович, очень крутой чувак, в китайском тоуин, это китайский тикток, да, знаете, вот, и он не знает русского языка, там показывали видео, что к нему приезжала русская делегация, он с ним по-китайски, или там через переводчиков, он говорит с таким, значит, как называется, северо-восточному вот этим диалектом с ними, китайским, то есть абсолютно китайцы по менталитету, а глаза голубые-голубые, вот, и в Китае в основном как-то люди не знают так много языков, знают только китайский, но это тоже политика такая, государство, чтобы все китайзировались по большей части, но не будем о политике, сегодня постараемся не говорить о ней, а то нас записывают на камеру, я хотела сказать, что когда я родилась в Москве, то сначала, наверное, я все-таки знала только один китайский язык, в детстве я с родителями дома говорила по-китайски, к родителям приезжали гости, и они все были китайцами, но вы знаете, да, что когда человек уже взрослый, и он приезжает в какую-то страну, зачастую он варится в своей обстановке с соотечественников, он не особо хочет знакомиться с местным населением, я знаю то, что очень часто россияне, когда уезжают в Китай, тоже там пара, да, там русский и русский, ну, то есть как-то, хотя побольше ассимилируется, чем китайцы, но, в общем, у меня родители китайцы, и мама китаянка, и папа китайцы, и они приехали сюда, и не хотели как-то с русскими коннектиться больше со своими, поэтому в детском саду я вроде как-то разговаривала с другими малышами русскими в московском детском саду, но я помню, что я как-то не знала русского языка особо, и в школе у меня был очень сильный акцент, и вот, допустим, на диктанте, когда учительница говорила слово робот, я просто помню, я тогда написал как лопат, да, л-о-п-о-т, то есть я так сама говорила, лопат, лопат, а не робот, я так и писала, я от этого акцента не могла избавиться до 11 лет, у меня был очень плохой русский до 11, и вот, то есть эта билингвальность, она не сразу так появляется с детства, что у меня, по крайней мере, не так было, что я сразу же заговорила на двух языках, сначала это был китайский, и потом, когда мои родители, они молодцы, они хотели, чтобы я вышла в этот внешний мир русский, который меня окружал, и школа, и детский сад были русскоязычные, и там все население, ой, как это, дети там были русские, славяне, даже не другой национальности, как-то, вот, я прям среди славян крутилась, так у меня сложилось в жизни, и они очень хотели, чтобы я выучилась русскому языку, они оба плохо знали русский, но хотели, чтобы у меня было другое будущее, и вот у меня с детства мир разделился у меня с детства на внешний русскоязычный и китайскоязычный в семье внутренней, я очень четко понимала, с кем на каком языке говорить, то есть сейчас тоже, если я встречу китайца, я автоматически с ним заговорю на китайском языке, и мне будет с ним как-то даже неловко говорить по-русски, если иногда китайцы пытаются со мной говорить по-русски, что-то у меня такое ощущение, я не понимаю, что они говорят, я не знаю, как вы, я не понимаю, что китайцы говорят по-русски, честно, я понимаю, что они говорят по-китайски, а с русскими мне хочется больше по-русски говорить, то есть у меня сразу вот это переключение, и как вот я переключаюсь между языками очень легко когда вижу вот в китайских зерцам все у меня я переключаюсь я думаю по-китайски я говорю по-китайски слушаю и все воспринимаю тоже в с китайским менталитетом и сейчас с вами вот я больше от по-русски мне как-то сложно даже перескакивать на китайский но я конечно могу поговорить чтобы вы убедились что у меня с китайским все нормально а кстати многие из вас знают китайский язык кто учит китайский язык наверное все живут сюда это же клуб китайского языка у кого-то есть и чайский шестой ну вот быть билингов на самом деле очень круто совсем не сложно меня когда спрашивают какой язык сложнее русский или китайский дремя не оба простые но я бы наверное сказал что русский сложнее чисто по моему мнению потому что там очень много падежей там грамматика такая в китайском все линейно все просто до всегда сначала а они я люблю тебя да нельзя там переставлять как хочешь там окончание не меняется никогда нет никаких форм и всегда пишется иероглифы же сверху вниз слева направо все мы это знаем исключение там очень мало поэтому я считаю что китайский он грамматически просто очень-очень простой язык вот вам мотивация дорогие китаисты китайский очень грамматически простой язык чем вы паритесь просто произношение выучить и все иероглиф запоминается быстро по части их прописывать и вы поймете что китайский на самом деле но он как бы грамматически простой да там понять всякие мудрости вот эти вот китайские древние но когда вы общаетесь китайцам и вам всегда дается скидка на то что вы иностранцы поэтому не переживайте не знаю как у вас всех просто когда я допустим себе говорю что что-то какое-то дело очень сложно это очень сложный язык то я не хочу дальше продолжать поэтому я очень надеюсь что то что я сказал вам что китайский это легкий язык честно вам говорю погрузитесь я надеюсь что это для вас просто самая крутая мотивация и вы захотите дальше в этом направлении двигаться а в китае вы будете звездами у вас все будет очень классно китайцы любит иностранцев любит русских любит россию все мы знаем китайцы за русских да поэтому ну я понимаю может быть здесь есть представители других национальности как-то это будет звучать но китай россия слава богу всегда были хорошими друзьями братьями крышами я надеюсь что будет так всегда вот ребята я думаю что хотела бы послушать ваши вопросики до чтобы вы хотели узнать там о культуре китая о том как отличается от россии или о моей жизни как вот мне было в россии там дискриминации можно направо к человеку которого петличку уже здесь первые вопросы потом буду дальше как ко всем подбегать ну во первых очень интересно все спасибо у меня вопрос вот ты стала звездой здесь находясь в россии да в том числе играю на том что ты китаянка да где-то чуть прикрашивает и далее а есть ли шанс о например вот у нас да здесь сидящих если мы приедем в китай условно тоже заведем блог это же чтобы мы там так стрельнули то что ну понятное дело что там и намного сложнее на рынок да грубо говоря выйти потому что много больше людей вот если это возможно то через какую площадку это сделать и нужно ли тоже сильно как бы так играть на том что вот я из россии и так далее на самом деле сейчас очень много иностранцев в китае которые развивают соцсети и они очень популярны везде китайские соцсети это это и то им который аналогичен tick tock у мировому также xiao hong shu который я бы назвала китайским инстаграмом да знаете эту площадку xiao hong shu маленькая красная книга также есть еще били били пича какие еще хоша ну ты тоже там короткие видео на любой площадке абсолютно можете развиваться обычно на всех также еще и в youtube перезаливает свои видео если кто-то на печаль и поэтому ну то есть это надо заливать я считаю на все площадки и надо делать динамичные короткие видео вот именно так любит в китае в россии я знаю что здесь на youtube иногда там очень долгие интервью допустим долги какой-то блог китае то вообще не любят там все очень динамично там даже не нужно ускорять сейчас то вот сами китаянки китайцы они видео разговаривают так вот да вы слышите там очень быстро уже и так ускорено все потому что там бешеных китая абсолютно бешеный темп города какие там шаха и пойти на шанчжа вам чего очень много городов таких вот с небоскребами мегаполисов если у нас только москва ну скажем честно по чесноку то в китае это 45 города как минимум такие поэтому люди привыкли к такому быстрому темпу и нужно всегда делать что-то динамично и смешно и классно и играть на том что ты иностранница но есть два варианта либо могу что вот у нас россии холодно мы тут в ушанку ходим медведи отгоняем да вот и вот это если ты говоришь на самом крутом китайском языке то это это выглядит супер круто китайцы это любит либо ты наоборот говорит что ты там пробуешь что-то там китайское острое и два варианта то есть то есть это острое допустим и тебе это нравится ты говоришь что это то о чем ты мечтал всю свою жизнь наконец-то в китае либо 2 рода и вообще не могу это понять но это будет смешно и в первом случае когда ты вроде бы полностью проникаешься в китайскую культуру и втором случае когда ты не понимаешь но обыгрывать это деликат не так что в случае это такое а вот и сложно сложно но прикольно но и в первом и втором случае получается надо играть все-таки на свои иностранцы если если просто очень но я не знаю как если говорить там по-китайски и говорить о каких-то отвлеченных вещах не связанные с тем что ты иностранец допустим я знаю есть эксперт по отношению какой-то по-моему испанец да и он не особо популярно он рассказывает значит как построить отношения китайским девушкам это так смешно но все у него постоянно спрашиваете по ты откуда да ты из какой страны расскажи там о себе как у вас всегда вас буду спрашивать но просто если вы не не азиатской внешне да вот есть у нас азиатской им хорошо но можете как хотите я думаю но если вы допустим европейской внешне то есть всегда китайцы к сожалению или к счастью будут акцентировать на том что блин ну ты не китаец а вот интересно суша как-то вышел китайский язык да а вот и давно в китае то просто у меня то же самое здесь в россии чтобы я не говорила всегда все возвращаются к тому что я китаянка я рассказываю допустим что а я там гитис окончила мы учились с утра до ночи у нас просто не было продыху мы в девять приезжали в 12 уезжали вообще и я просто помню я на актерских курсах была там подружилась ребятами рассказал подожди а сушат и китаянка да то есть меня сразу приключить расскажу а как вообще в россии оказалось и это нормально не вините китайцев то что они будут интересоваться тем что вы иностранцы потому что у меня тоже самое происходит в россии то что я этого не могу избежать люди не могут не акцентируют на том что я иностранка я к этому уже привыкла я уже с этим смирилась и в 2019 году я поняла что из этого же можно сделать крутую фишку потому что я тогда почувствовал что китай на волне и почему бы не хайпануть на этом до что я вот китаянка и у меня первое видео которое я сделал в ю тубе сколько там я набрала но не так уж много по моему 700 или 800 тысяч просмотров там я 70 тысяч лайков называется китаянка говорит по-русски без акцента шок и вот это видео сначала у меня висела полгода никто не обращал внимание а потом она как выстрелила алгоритмы youtube и его поймали и да тогда она завернулась потом я стала тики-токи снимать поэтому и самое главное если вы хотите стать звездами в китайском интернете то нужно делать это все регулярно и нужно придумать очень крутые идеи то есть я желательно это делать с командой если допустим вы сейчас находитесь в россии и вы сами хотите что-то делать наверное это будет не очень хорошо лучше приехать в китай там очень много агентств то здесь вот допустим я тег только сама делаю это это для меня странно я когда рассказываю об этом китайским же антаки в смысле в китай куча этих агент ты приходишь к любому агентству и говоришь я там хочу быть тик токером и все тебя упакую до получал как это говорится значит говоря значит как тебе играть для себя пишутся на делать все эти вещи платят за эту зарплату то есть очень легко на самом деле стать интернет celebrity в китае правда там вот для начала просто можно вещать и найти какую-то группу где нужны и иностранные актеры я думаю что можно туда дать объявление что я там хочу снимать это соцсети и кто-то вам да напишет прям это вообще на изи в россии не так легко да в россии тут иностранцы сами как-то делают контент ну то есть я знаю других которые там японец допустим еще один китаец все мы сами снимаем в китае с этим все легче поэтому дерзайте ребята но если найдете здесь каких-то китайцев которые хотят делать контент то тоже можно здесь тоже делать но насколько мне известно если вы не скачали то у им в китае то здесь я по-моему его не скачать но можно через какую-то лазейку там менять симку или что ну да в общем китай было бы легче спасибо за вопрос большое спасибо за рассказ мой вопрос тоже немножко вытекает из того что ты упоминала про акцент на том что ты иностранка и ты сказал о том что в 11 до 11 лет тебе сложно давался русский язык но наверное да ты испытывал дискомфорт от этого и возможно это дало тебе толчок продолжать учиться но все же как у тебя получалось перебарывать вот эту неловкость возможно перед тем что ты плохо знаешь русский очень сложно было перебарывать это когда меня спрашивают как лучше всего выучить китайский язык на своем примере как я выучила русский язык это вот ну вот как научиться плавать и быстрее всего а просто значит мы выплываем на катере в середину озера и бросаем человека в озеро и он барахты забарахтаться в шоке не понимаю что происходит а потом может научиться плавать это реально слушая так в китае учат плавать и детишек но их их бросаются с бортиков воду вот так вот да а в россии тоже но вот это очень классная аналогия на самом деле потому что я когда была маленькая конечно же допустим я ссоры с кем-то а значит у оппонента какой довод на который у меня не найдется контраргументов ты китайоза возвращается в китай что на это могу ответить я не могу это изменить это было очень обидно и на самом деле дискриминации как таковой наверное не было но были все эти издевки в детстве сложно было на самом деле правда сложно тогда еще отношения с китаем у россии ну они были нормально но просто китай сам по себе не был экономически так развит и до сих пор некоторые вспоминают что продавали там на рынках ширпотреб когда я говорю там а блин у меня знакомый он ремонт у него один таджик он делать его уже полтора года январь почему-то не намешь китайскую ремонтную компанию он такой ой знаем мы ваших китайцев они там еще переделал все на вот-вот не надо метал а он еще москвич просто чтобы вы знали ну я сама москвичка так как я родилась москвист у нас москвичи короче я заметил что москвичи на самом деле они очень любят вот тут понаехали какие-то мой вот эти вот китайцы да нахрен это надо извините конечно ну ну как бы я надеюсь что у вас все окей но я встречал просто очень много москвичей вот именно почему-то москвичи так мыслит не из других городов мы с ним нормально дружим он у меня классный друг просто вот он сказал что нет знаешь я не доверяю вам китайцам ты меня извини ты конечно классная фея но китайцы это что-то вообще прям как какой-то трэш и я могу ты знаешь что сейчас у китая 2 экономика в мире да что сейчас в китае все классно там все богаты и китайцы уже давно не делать ширпотреб но стереотипы все эти все равно живут у людях в умах очень сложно переубеждать других людей до сих пор но я не знаю как это поборо мне кажется меня до сих пор как-то я это не поборола и до сих пор бывают какие такие моменты хочет я прям загрузилась но в 11 лет так как меня от всего этого устала и я я же очень стыдилась того что я китаянка в детстве я думаю вот они такие красивые все голубоглазые блондинки почему я не родилась голубоглазые блондинки тогда бы у меня все любили джентльмены предпочтают блондинок вот так вот я думала и мне хотелось изменить свою внешность детстве но сейчас я так уже не думал потому что азиатки типа mainstream но и русские они всегда были очень красивыми девушками и и и мальчиками кстати тоже до китайские девочки очень любит русских мальчиков об этом пишется в этом все хушу да там реально есть такой запрос очень много я заметил в комментах они там пишут а где найти русского мальчика или там ой у нас там в универе учился русский парень такой красивый все мальчики сейчас ободрились почему почему-то здесь у вас в россии считается что русский парень это да но нет давайте нам американцы давайте испанцы итальянцы русские мальчики тоже там какой-то лысеющий алкоголик я не ни разу не видела лысеющих алкоголиков русских парней это наоборот ухоженной красивые смотрите прическа какая красивая вот смотрите ухоженной вкусно пахнущие одеты красиво стильно ну то есть в этом плане действительно китайским мальчиками что есть чему поучиться я знаю что сейчас это идоловая культура такая что вот все смотрят ой какой там да вот значит сладкий мальчик это понятно это на экране телевизора да а в жизни то мальчики у нас какие все под ежику постриглись в основном там духами не пользуются прическу не делают и я считаю что русские парни такие крутые но я отошла тема по моему до 5 я решила значит влиться в эту культуру избавиться от акцента и первое что я сделала у меня тогда еще сейчас у меня просто болею извиняюсь меня голос возможно немного такой хрипловатый а в детстве у меня был очень очень прям тонкий и акцент такой но такой как китайка и я первым днем я понизил голос чтобы быть русской бабы вот так вот я себя представляла я вот послушала одноклассники по моему разговаривают вот так это значит я тоже так буду разговаривать и вот я так сначала акцент был но он потом ушел 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 акцент такой лайфхак а если вы хотите по-китайски научиться говорить без акцента наверное тут надо наоборот можно попробовать вам сделать голос более няшными я серьезно если у вас есть актерские навыки предрасположенность к этому можете попробовать искусственно завысить голос то есть и реально становится звучание голоса более похоже на китайская спасибо за вопрос надеюсь ответил на что вы читали когда поступали что что вы читали когда поступали здесь что я читала когда поступал гейтис хочешь гейтис поступить а я извини что на ты я интересно очень у нас в кино просто все на ты на площадке а там дается список литературу которую нужно прочитать я прочитала половину из этого и меня это не спросили на колоколе потому что на самом деле решается твоя харизма твое обаяние ну как бы твои артистические данные и твое общение с мастером то есть именно мастер выбирает попадешь ты на курс его или нет мастер это руководитель художественной всего курса да если ему импонирует твоя вот актерская подача даже если ты ничего не читал но и ты там выучил одну единственную басню одну единственную басню ты знаешь и ты прочитал ее но если ты понравился мастеру он тебя возьмет на курс у меня вот так оно и было я пришла я начала что-то петь по-китайски и он и он меня сразу перекинул с первого тура на конкурс это михаил борисов борисов царствие ему небесное был ведущим русского лото вот и сразу ему понравилось и поступила к нему на факультет эстрада на курс в 2012 году у нас был актерской режиссерски поэтому если вы действительно хотите поступать в гитис в театральные вузы любые вам не нужно особо париться о том что что читать или вы имели ввиду что я какой программ ждал а что ж такое это опять я вот линейно восприняла эта информация да то есть иногда у меня бывает так переключение что я чуть-чуть как будто бы не понимаю что да что я читала это же имеется ввиду что я лаксом потому что дав в китайском языке эту ланту и лак лаксом это здесь получается что я говорила да если вы же говорит так напрямую я не я я я не помню что если честно басню крылова свинья под дубом да по моему а из прозы по моему я читала бунина легкое дыхание но просто я открыла рот я сказала там два первых предложения и меня остановили сказать все спасибо садись и так было совсем что я там читала из басни тоже я сначала очень испугалась думаю это все это конец а потом я узнал что меня перекинули на конкурс но я не говорю о том что данного не нужно учить наизусть когда вы идете поступать в театральный вуза но просто самое главное в общем узнать все про мастеров какие типажи любит мастер и попасть именно в его типаж в его сердечко показать что-то такое чтобы он понял это мой типаж вода цель да это мое блюдо вот ответ кто вас готовил выступлению я готовилась сама и причем я тогда в контакте нашла группу поступления в театральный вуза мы собрались с этими ребятами безумными там у кого-то дома тусили у кого-то там был за город но мы короче к ней поехали и мы там все друг перед другом нас было пять человек мы читали нашу программу но в основном и просто там не то что пили мы там играли общались и как-то проводили время больше обсуждать какие-то вопросы то есть я не не готовилась специально но мне кажется что очень важно найти единомышленников которые с тобой вместе на этом пути и то что я читала перед ними мне помогло освободиться от зажимов чтобы я не боялась комиссии приемной потому что ну очень часто очень талантливые ребята они читают свободно перед своими друзьями близкими но они когда выходит да они зажимаются и уже они показывают себя не так как показали бы в обычной жизни поэтому мне кажется что не не на самом деле не обязательно с кем-то заниматься в этом плане больше поможет насмотренность то есть посмотреть побольше там на ю тубе как другие актеры они читают подают можно взять там манеру с кого-то и читать побольше большему количеству людей получать даже комментарии от обычных людей это поможет вот больше то есть ну я я просто говорю способ как можно сэкономить деньги я верю что те которые готовят к этому у меня это мои однокурсники да они сейчас тоже занимается этим они тоже готовят но я-то знаю секретики там эти что можно и не обращаться к этим людям просто тренировать свою насмотренность больше выступать со своей программой и все получится такая у нас конечно официальная встреча я думал что будет меньше людей что мы соберемся в кружочек здравствуйте здравствуйте как вас зовут меня зовут дмитрий вопрос такой вы не пробовали себя в китайском традиционном театре дело в том что тикток это все-таки американская европейская культура вот у нас здесь больше будет традиция да вот этот китайская экзотика если говорят китай то не думают о тиктоке а думают вот пекинская опера спасибо большое дмитрий за вопрос да здесь конечно бывают разные стереотипы о китае ну как бы в москве вы имеете ввиду играть в традиционном театре в москве а есть такие сделаем такие что-то на тему традиционного театра ну костюмы в китае есть замечательная поговорка звучит она так кайшан и фанчон кайся шиненку ради одной минуты на сцене нужно десять лет усердий за сценой и это как раз таки говорится о о китайском традиционном театре то есть это настолько высокое искусство что ему нужно учиться десятилетиями ему нужно учиться с самого детства да я этому не училась поэтому если я буду претендовать на это это может быть как пародия это может быть как стек но это не может быть таким высококлассным искусством потому что 0 если люди десятилетиями отрабатывают эту оперу вот эти движения эти танцы эти боевые искусства то я не смогу это за одну минуту вот за там пару лет выучить это очень сложно но в принципе китайцы так относятся к своей культуре который почти 5000 лет что это очень сложно что очень многие китайцы они кстати не особо шарит там в западные в европейских культурах то есть я не знаю у вас есть такое впечатление или нет я когда общалась со своими китайскими друзьями меня включает что у него говорят о китайская культура китайская цивилизация самая-самая самая сложная в мире он нашу нашу культуру за всю жизнь не познаешь и уже нет времени на другие поэтому я я просто не осмелюсь туда войти а вот рассказать что-то легкое о том как строят отношения в китае и россии значит какая медицина и там и там вот это вот я могу и это хорошо заходит наверное я понимаю ваша нелюбовь к америке но в принципе но вы смотрите тик ток вы не смотрите тик ток но люди да вот которым там 20-30 лет мы смотрим тик током и наверное не воспринимаем это как американскую платформу потому что там очень много русскоязычного контента и пока что это у меня идет хорошо пусть она так и идет потому что в этом у меня есть хоть какая-то экспертность традиционный театр это конечно все замечательно все очень круто и возможно я буду помогать допустим организовать гастроли их в россию но самой выступать там но это будет просто как говорят россии богохульство да то есть это не богохульство а как бы посягание на что-то такое вот святое что да вот спасибо вам здра спасибо за выступление за такую возможность собраться у меня такой вопрос я знаю что вообще в китае в семьях очень почитаются традиции конфуцианство было ли вашей семье какие-то такие традиции там почитание взрослых прививали вам это родители сохранение китайских традиций в вашей семье вот потому что вы же в россии жили да интересный вопрос у меня родители они уже более продвинутые мне кажется по мышлению чем другие китайцы потому что у них была смелость в свое время приехать в россию и здесь начать заниматься бизнесом допустим я до сих пор не замужем да и меня мама с этим вообще не торопят другие родители они бы уже торопили там сватовство вот это все было бы у меня этого нет мне стать не с моими родителями очень сильно повезло то есть у меня мама говорит что главное чтобы ты была счастлива даже если ты не захочешь детей не захочешь замуж вообще без проблем это твоя жизнь чтобы тебе было хорошо вот что самое главное и у меня вот никогда не было такого давления это правда и мама в детстве во мне прививала самостоятельность то есть никогда мне не говорил никаких наставлений не ругала меня за оценки иногда я приходила там стройками но в основном я хорошо училась ну то есть мама говорит что а что париться ты всегда был беспроблемным ребенком хорошо училась поэтому все себя хорошо и да то есть действительно сейчас есть такая проблема что очень сильное давление оказывается родителями на детей в китае но другой стороны допустим как объяснить тот феномен что внуков выращивают бабушки с дедушками вторыми как сами молодые китайцы до молодожены они там очень много работают отдают просто своих детей бабушки да как говорится с дедушкой вот пока мы тут будем работать это все понимают что конкуренция очень сильная в китае надо зарабатывать и денег зарабатывать кэш поэтому китайские родители они строгие но они это делают для ребенка то есть таким образом они объясняют потому что любит ребенка поэтому волнуется о том что у него такие оценки плохи что он сегодня не 100 баллов на экзамене получил по математике там а всего лишь 99 ну как же так и ругают ругают очень сильно потому что в классе 8 человек получили стопа а ты 99 что-то за лузер такой какую-то работу в будущем получишь вот этот все да это потому что переживают вот так вот проявляется в китае любовь родители и вот очень часто когда допустим русский смотрят фильмы китайский про родители они этого не понимают а как это распространяться в россии ну ты же как это абьюзерство 2 токсик что там еще токсичное общение нет это я это не воспринимаю так и китайские молодые люди они тоже понимают что это любовь родители такая и мы и мы смиряемся перед нею то есть у меня родители они не такие но я когда вижу что родители моих друзей и таких такие я их абсолютно понимаю я считаю что родители это самое главное в нашей жизни и как бы они к нам не относились они нас любят и мы должны то есть их не разочаровывать и вот у меня просто самая главная цель когда наконец монетизирую контент вот что я хочу сделать это отдать просто большую часть и своим родителям обеспечить им безбедную старте я считаю что это мой долг в россии считают что не все конечно но очень часто я слышал такое мнение что допустим я вырос почему я должен там денег перечислять родителям почему я должен что-то делать для них как бы это моя частная жизнь но я так не считаю я я считаю что я должна да это моя обязанность перед родителями они меня воспитали они меня вырасти а теперь я должна заботиться о них мне очень нравится на самом деле такая вот китайская философия и еще один вопрос были у ваших родителей школу резонанс как китайской российской школы там например я читал что в китае идет большое почитание к работе учителя вообще учителя в жизни ребенка что это вообще сверхчеловек и родители там на колени перед ним стоит если что-то проведен с ребенок и очень уважительно относятся мне кажется в россии такой традиции нет к сожалению вот и там например история с родительских собраний вы были какой разница ощутимая российской и китайской школы у именно у родителей как они же я как поняла китая учились да вот это очень интересно загадочная русская такая раскрепощенная дикая душа вот но в китае а все смиренные послушные просто да да о дури да все настолько смиренной и вот такие ситуации чтобы перед учителем кланялись и так далее да они могут быть я про них как бы я их не встречал в своей жизни скажем так потому что я училась в школе в россии но почему учитель может иметь власть над родителем ребенка потому что он помогает воспитывать полезного социуму обществу нового человека если ребенки родители в этом плане они не пытаются этому посодействовать как-то помочь то потом просто не нужно уделяться что ребенок он никому не нужен поэтому родители когда допустим ребенка захотят и выгнать школа они будут всеми способом умолять потому что они просто знают что в другую школу они не смогут поступить скорее всего там очередь просто на месяц и на годы и до конкуренция конкуренция все решает китайцы послушные китайцы трудолюбивые как города это миф вы знаете что это миф что китайцы трудолюбивые вот если бы китайцы жили все в россии они бы все просто лежали бы на диванах я не знаю по бухали бы целыми днями потому что никто не заставляет это человеческая психология когда тебя подстегивает сзади когда ты знаешь что тебя с твоего рабочего места по пруд если ты налажаешь и десять человек за тобою ждут этого места то есть нет потребностей тебе очень быстро тебе найдут замену ты пашешь изо всех сил ты в поте лица делаешь все чтобы обеспечить свою любимую женщину там или семью все что угодно чтобы вообще найти любимую женщину почему китайские парни они такие ответственные такие щедрые они такие заботы они они от природы такие да они мы любим женщин да ну конечно мы щедром и добрый просто тру если бы в китае было больше девушек чем парней как в россии все было бы наоборот парни тоже были бы избалованными красавчиками как россии но ну ладно я шучу я знаю что на самом деле российские русские парни они да там платью всегда за девушку они всегда галатные не как на западе да там где равенство и это кстати для меня удивительно то есть русские парни опять я возвращаюсь к своей любимой теме русские парни они с одной стороны из бакой они с одной стороны избалованы а с другой стороны они очень заботливы галатные щедро это для меня всегда была загадкой как можно быть иметь вроде бы и скверный характер и добрый ну в общем китайские мальчики они такие заботливые щедрые и на первом свидании выкладывают всю подноготную о себе у меня ты знаешь есть такая-то машина есть такая-то квартира такой-то дом такая-то у меня зарплата не потому что они как это сказать как сказать помогать не потому что они сами по себе такие добрые а потому что иначе нельзя во первых это делают все парни да так потому что иначе ты себе не дойдешь девушку не найдешь жену миф же да что парни не хотят жениться хотят жениться еще как хотят жениться хотят найти свою половинку хотят чтобы у них была любимая женщина не хотят чтобы у них любимой мужчина был давать если не надо женщину то как бы могут подумать ты что это чё не можешь найти любим же ты чё это ну понятно в общем не будем договаривать и вот все вот это хорошие вот это трудолюбие вот это усердие которое вы увидите в китайцах она все вынужденная но я считаю что на самом деле это наверное правильно как бы надо создавать какой-то стресс своей жизни без этого стресса не будет никакого прогресса но я просто знаю что допустим в мгв в любом музея московского учиться значит мои китайские друзья они напишут и я можешь мне значит я тут сейчас буду на диктанте на контрольные пожалуйста давайте мне в наушничек ответ ой тут есть у нас педагоги я спалила там давайте мне в наушничек будешь правильные ответы говорить давайте за меня напишешь курсовую и так далее потому что здесь в россии на них не оказывается никакого давления и они расслабились они больше не трудолюбивые китайцы они полагаются на русская авось надеюсь я ответил хотел задать вопрос вот вы говорите что вы вот даже когда ну в какой-то среде допустим с китайцами вы думаете как китай ну-ка китаец от китаянка соответственно также с русскими а вот если это переносить больше на характер то есть допустим вот мне кажется что китайцы они намного более экспрессивны чем русские вот так по ощущению просто нет это связано с тем что я когда вот слушаю китайскую речь и вот это вот все как-то больше кажется что да 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 больше именно экспрессии такой именно от китайцев исходит это очень интересно потому что наоборот думаете ну китайцы сами да я себя пожалуй тоже причислил мы считаем что мы более сдержанные в чувствах чем русские и мне очень часто китайцы говорят что у меня какой-то не китайский русский характер они считают что я слишком прямолинейно слишком откровенно и русский наоборот говорят мне что я не похожа на русскую что вот часто говорят мои эмоции не могут прочитать русские хотя я вроде бы открыта но очень часто да вот ты ромб тоже говоришь и ты коль кстати это вот мои два оператора вот они говорят что не могут прочитать мои эмоции не могут понять о чем я думал а китайцы наоборот да ты слишком открыто ты все эмоции про показывать я все на лице написано я сама не понимаю то есть китайцы мне говорят что я не китайская русская русский город что я не русская китайская вот такой вот интересный получается феномен культурная метиска называется это спасибо за такое интересное выступление вы как человек который знает и китайский русский язык хотели у вас спросить какие советы вы можете дать русскоязычным ребятам которые изучают китайский с вашей точки зрения я ждала этого вопроса я вот про себя думаю я же не когда-то систематически не изучал китайский язык ну то есть я в китайской школе не училась я просто знаю китайский язык сейчас я умею читать и писать по-китайски я не умела это делать наверное лет до 15 но я обязательно должна дать совет по изучению китайского языка просто потому что я китаянка ладно я извиняюсь и я надеюсь не обиделись на самом деле я бы действительно хотела дать какие-то советы честно скажу что я не изучала так китайский язык как вы то есть грамотику я не проходила и вот я все схватываю интуитивно то есть я говорю правильно по-китайски но это все понимаете да то есть наслушанность то есть от моих родителей и так далее но есть такие способы которые мне помогли допустим выучить русский язык и поэтому по аналогии с этим я вот скажу что восемь лет я начала писать рассказы на китайском языке а потом это превратилось в введение личного дневника то есть восьми лет до сих пор я уже 20-23 до 23 года веду личный дневник и на русском и на китайском языке и поэтому старайтесь писать личный дневник на китайском языке не обязательно там писать слишком откровенно до чтобы можно было показать вашему учителю китайского языка потому что когда вы выражаете свои мысли так как вы обычно привыкли говорить вашими словами но просто на другом языке то вы запоминайте это лучше потому что вкладывайте туда свои эмоции а все что подкреплено эмоциями то запоминается лучше если вы совсем не можете писать личный ник то вы можете как я просто писать какие-то рассказы что-то придумать такое вот там жила добыла ежик и медведь там они решили поехать китай это все пишите на китайском языке вот это действительно очень круто помогает именно выучить какие-то если что-то не знаете как писать не стесняйтесь там смотрите в словарь до находите в словаре нужное слово есть очень крутой такой сайт поисковик пойду пойду точка ком и там можно целой фраза я рекомендую не в словарь на самом деле вам смотреть слова потому что потом когда строите предложение очень часто там все равно все как-то коряво криво не по-китайски а вот когда продолжение которое вы хотите сказать по-китайски вы его вводите в поисковик просто просто поищите а есть ли в поиске в результатах поиска именно такая фраза которую вы заявили то есть вы проверяете говорят ли китайцы именно так эту фразу очень хорошая проверка и вы можете увидеть что там оказывается иероглиф как-то переставлены местами и в памяти а так китайцы по-другому в другом порядке говорят это то есть это уже я два лайфхака дала да и ну конечно же надо просто в озеро сразу упасть и плавать там если есть возможность поехать в китай обязательно езжайте в китай предлагают стажировку обязательно но если вы боитесь волков боятся в лес не ходи да если вы взяли изучить за изучение китайского языка просто любую возможность используйте чтобы погрузиться в эту китайскую атмосферу видите на улице китайцев подходите к ним они не любят общаться с русскими они вас боятся нет вы подходите вы им покажите что 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 чтобы 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 нормально вы не страшны но что такое но там была шутка такая что за счет русские это самые страшные белые люди на свете да кто-то видел такое видео американцы они значит делать в пейковый русский акцент значит ночью в переулках был один там такой юморизм в общем да это не секрет что китайцы к сожалению боятся местное население зачастую вот студенты сюда приезжают я вижу они в кафе там ездят все сами по себе и никак не общаются с русским студентами но я что это неправильно и мы значит с нашим русским интернетом мы должны их переучить показать как правильно подойти попытаться с ними познакомиться подружиться но то есть тем очень часто я вижу что у людей которые учат китайский язык есть такой языковой барьер они не знают как заговорить по-китайски они боятся говорить с китайцами когда с ними говоришь по-китайски они как-то никак не могут расслабиться а этот барьер он не уйдет если не говорить по-китайски если не идти не знакомиться вот именно через такой немножечко гир гиперболизированную форму преодолевается вот этот барьер ты согласна на нет мне в не интересно твое мнение до согласно если сразу скажи мне честно то есть все что я говорю это не истина в последней инстанции в коем случае это всего лишь мое какое-то менее какого-то там блогера до всем поэтому если что оспаривайте мне кажется наоборот будет интересно русские любят спорить споры рождается истина вот как у тебя это происходит расскажи мне про свой языковой барьер у тебя он есть у меня он есть просто потому что я изучаю китайский всего полгода мы сейчас вот на первом курсе мы пока просто не знаем так много слов чтобы ввести активный диалог с любым китайцем с улицы поэтому в плане китайского это тяжело но в плане английского по опыту английского скорее можно сказать что да такое у меня тоже есть если ты больше смотришь видео в соцсетях что-то читаешь на английском то ну естественно он улучшается ну смотри еще один хороший способ выучить китайский язык сейчас я вас научу плохому китайский парень понятно дело если у тебя вторая половинка китае ну ладно не китайский парень просто в этом плане тебе даже на самом деле легче как-то общаться будет с китайским парнями чем с девушками потому что если ты ему скажешь пару слов просто там нехала чел проси как себя зовут нехала чел алиса все дальше он все за тебя делать он тебе скажу он тебе поможет китайским злом но просто здесь он тебе не раз можно просто но все мы девочки знаем да как бы общаться с его тратить повышение своего уровня китайского языка очень сильно тебе помогут китайцы поэтому не переживай по поводу того что ты всего лишь полгода учишься китайский ты же знаешь как сказать привет знаешь как сказать как тебя зовут знаешь какая свое имя там сколько лет сказать все все я тебе серьезно говорю что но это вот достаточно уже для диалога дальше он там может тебе показать что-то так это что такое и он тебя скажет это слово все и зачастую с общения в дружественной форме она гораздо эффективнее чем то что рассказывает учитель потом задает какие-то очень скучные непонятные я не знаю просто как сейчас обучение происходит но в свое время все учились по такой схеме что значит давалось куча каких-то слов которые мы не применяем жизни поэтому почему важно вести дневник чтобы отрабатывать именно те слова которые ты применяю жизни не какие-то абстрактные там связанные там с политикой экономикой и так далее а именно то что у тебя в повседневной жизни и когда ты общаешься по-дружески ну ладно не обязательно с китайцами с китаянками тоже можно просто в мессенджере ты будешь учить очень много крутых новых слов которые ты потом постоянно будешь поменять жизни у тебя язык будет повышаться вот поэтому первый лайфхак был личный дневник либо рассказики второй лайфхак это вбивать какие-то китайские фраза не в бк рс я его обожаю конечно иногда он так лажает я помню что я вела аймэй знаете что такое аймэй а это слово из уровня и ческие 6 по моему дата в лексиконе было это что-то типа это не флирт это вот такая стадия когда парень и девушка уже не друзья но еще и не в отношениях это такой прям очень такой сладкий миг и это не нельзя сказать что они флиртуют друг другом это когда вот они вот прям вот чувствуют что вот это вот воздухе видят я вообще даже не знаю как это по русски за это просто ну да но может быть симпатия но просто может быть у тебя симпатия допустим к человеку с которым ты не будешь развивать отношения тут понятно что все идет к отношениям то есть есть конфетно-букетный период когда у вас только начались отношений а есть какой-то пред конфетно-букетно пирт но короче мне вот очень нравится это слово оно такое классно и она показывает все вот это вот и дал культуру что ли а вот в русском нет этого аналога я когда вбила это в бк рс у нас есть интернет в общем бк рс мне не даст собрать там было написано по моему ну что-то вообще нет не то был написано флирт и что-то и какое-то еще слово я поняла что нет бк рс нам не всегда поможет но я понимаю что в поисковик если ты будешь водить китайский то тебе там не даст перевод но по крайней мере он тебе упорядочит фраза и ты поймешь как вот писать так как пишут китайцы и третий совет у меня был это побольше общаться знакомиться с китайцами на их языке то есть это это должно быть не только по интернету общения но также там телефонные звонки встречи то есть максимально погружаться в эту культуру как только появляется первая возможность чем на самом деле я заметила ну то есть у меня есть очень много друзей которые изучают китайский язык да и в основном те которые круто говорят на нем у них вот никогда не было этого барьера они даже когда там пару месяцев учили китайский язык они сразу бежали куда-то на улицу знакомились китайка но они еще в китае жили в то время блин у меня был знакомый американец на дмитрий не любит американцев в общем но у меня знакомый американец он через три года изучение китайского языка дал и ческий 6 на 265 баллов это очень круто через три года изучения китайского языка понимаешь то есть на третьем курсе я знаю что в россии то это по-моему не знаю я такого не встречала в россии в россии там кто-то есть из ноги мол а никто никто не зубь его в общем есть у меня знакомый из мгм он который там хочет китайский язык по истечению четырех лет они по-китайски вообще не говорят вот вообще вот он может сказать а вот я знаю девушку из мгу в мгу очень крутая школа она на первом курсе блин вот я с ней познакомилась на выставке терракотова армия она со мной так свободно говорила я поразилась очень хорошая школа в мгу но три совета эти я надеюсь тебе помогут как-то ответил я на твой вопрос да да спасибо но у меня еще есть один если можно да получается никогда не жила в китае просто хотела любит и может быть после ближе к старости может быть переехать в китай когда-нибудь пожить или все таки россия навсегда а тут я видимо не договорил свою биографию ребят я жила в китае то есть 2018 году я туда поехала на один год потом я я же сейчас учусь в пекинской киногатеме пей тенге еще я пиа янси да на актерском факультете на магистратуре соответственно я там ну то есть периодически я на год туда уезжая потом возвращать сюда на год потом опять туда на год кстати интересно что когда я туда еду возвращаюсь у меня акцент как будто бы усиливается когда говорю по-русски но и наоборот ну то есть я жила там в детстве я постоянно моталась примерно где-то в два-три раз в два-три года я еду в китай там к бабушке к родственникам и так далее в китае я жила соответственно в россии все-таки больше но в китае я на старости лет наш я не знаю что будет со мной на старости лет очень хотелось бы путешествовать по миру но так как в китае у меня мама живет и вот у нее достаточно такая принципиальная позиция до у моих родителей что они на старости лет вернулись туда где они собственно и выросли проявились в одессе им нравится там они не хотят в свое время я предлагала может быть я не знаю поехать там европу в америку она волнения зачем тут у нас наши друзья одноклассники нам классно и конечно же я буду постоянно приезжать в китай чтобы просто наведаться к родителям но жизнь я бы хотела как и любой успешный блогеры просто там по три месяца в одном месте по три месяца в другом то есть постоянно где-то путешествовать и поэтому у меня нет вещей я минималист в этом плане сиди анчу и по-китайски это будет это мое самое любимое направление как просто мечта чтобы был такой один маленький чемоданчик с которым можно мотаться по всему миру не имея привязанности к материальным вещам да значит это у нас основа буддизма вот спасибо за вопрос спасибо большое такое очень интересное выступление и в целом за возможность пообщаться у меня такой немножко личный вопрос почему все-таки решила стать актрисой почему все-таки актерская да хороший вопрос потому что когда люди узнают что я свободно говорю и по-китайски и по-росски говорят ты могла быть крутым переводчиком дипломатом репетитором нет я с детства была очень артистичная и то есть в пять лет когда приходили гости к моим родителям я сразу приходила к ним такая тогда я пела наш мой любимый а расскажи снегурочка где была а еще китайские стишки читала вы кстати учите китайские стихотворения вот эти вода шум менту чуя сел чучу но стишки читала песенки пела и поэтому то есть у меня с детства была предрасположенность к актерскому соответственно это этот когда я осмелилась наконец-таки послушать свое сердце и пойти своему призвание а сначала в 2012 году мне уже был 21 года если кто-то внимательный заметил то есть как-то странно почему я поступила в универ в таком позднем возрасте когда обычно уже все его заканчивает дело в том что в 17 лет я сначала пошла в мгп у московский городской педагогический университет на футе от социологии в общем я я побоялась я подумал что да там сложно стать актрисой там один из миллиона выстреливает зачем мне это надо и мама мне тоже говорю зачем тебе это надо давать ты лучше того через куда-то потом будешь переводчиком так оно и было да мама хотел чтобы я была переводчиком бизнесвумен и что там еще вот это вот скучно и просто неподходящее мне но я сначала пошла туда и там я ходила в театральный кружок я убедилась в этом кружке что актерство это мое что мне надо поступать да ладно я я была наверное не совсем честно я ходила в театральный кружок три года участь другом вузе и наверное это было уже своеобразная моей подготовкой к тому чтобы поступить дальше куда-то там мы не читали басни мы не читали никаких прос но мы разыгрывали очень часто какие-то отрывки какие-то сценки ставили ну то есть в общем вайп вот этот я поймала актерские поэтому потом я его показала уже перед комиссией то есть да наверное все таки правильно сказать что надо походить в театральный кружок какой-то курс какие-то театральные и я поняла что нет я я должна следовать за своей мечтой как говорится и через три года обучения на социолога 4 года до бакалаврят через три года я бросила это обучение и я пошла ну как я не бросила я сначала поступала и когда поступила туда я забрала документы из-за старого вуза с удовольствием огромном ни о чем не пожалела как бы я не думал что три года были потрачены впустую потому что все таки в 21 год и жизнь менять я не так поздно и актерство это то что что было с самого начала вами я очень на самом деле рада что у меня с детства была такая мечта и я я осуществила большое спасибо спасибо но все все уже поняли что надо отпускать меня и себя